Теперь он Путин местного разлива. Ну это все еще так, цветочки. Типа, теперь ты в команде. Ну и наслушались по самому, я не хочу. Он бы побежал, так сказать, прервал эту ленточку. Но нет, все, закончилась работа. Привет, это я, Андрей Богданович, и это мой погляд. Каждую неделю я просматриваю Кировоградский интернет и комментирую то, что мне понравилось или не понравилось, и это моя личная точка зрения. На этой неделе это конец Болоня, за что Цапюка называют Путина местного разлива, ноу-хау подолинский, как открыть автомобиль с помощью ножниц и красной ленты. Я на этой неделе поверил в чудо. Думаю, вот записываешь там видеоблог, постоянно критикуешь главу Кировоградской облгосадминистрации, потом там наверху это замечают, и раз, и сняли Болоня. Но нет, моих видеоблогов тут вообще не понадобилось. Спекся Андрей Болонь на взятки. Вот это поворот. В этом пока подозревают теперь уже бывшего главу Кировоградской облгосадминистрации. Высший антикоррупционный суд уже арестовал его и 25-летнего чиновника Сергея Шевченко. Их подозревают не просто во взятки, знаете, просто так дал-взял. Их подозревают в том, по мнению следствия, что они организовали схему, по которой их подчиненные оставались на своих должностях. Такое себе, знаете, чиновничье крышевание. В чем состоит эта схема? Они хотели 110 тысяч гривен в месяц. И в таком случае подчиненный чиновник освобождается от проблем типа от увольнения. Типа, теперь ты в команде. Но ребята непростые считают следствие. Они потребовали от чиновника не 110 тысяч, как первоначально думали, а 15% от официального оборота госструктур. В общем, шел разговор об 1 миллионе 800 тысяч гривен. Кроме того, прокурор сообщил, что когда в кабинете Болоня уже шел обыск, а Болонь в это время был в Киеве, то бывший глава облгосадминистрации пытался порешать вопрос с Сергеем Трофимовым, первым заместителем руководителя офиса президента. Сейчас оба чиновника облгосадминистрации под домашним арестом. На два месяца сумма залога за Болоня 10 миллионов гривен. Но вернемся к взятке. Первый транш пошел в начале июня еще, а вот на втором в 250 тысяч Болоня и Шевченко и задержали. То есть сама схема, скорее всего, работала не с июня, а где-то еще с весны, а может быть еще и раньше. И если на областном уровне такая схема действовала, то логично предположить, что такая же есть и на государственном. Логично. Не правда ли? Мол, хочешь быть на должности, тогда плати. Вот такие действия Болоня, конечно, подрывают рейтинг не только «Слуги народа», но и личный рейтинг Зеленского. Ведь это же его ответственность за этого человека. И, скорее всего, в своих кругах на него злы не из-за того, чем он занимался, а из-за того, что он попался. Ужас! Вот это позор! Ну и для Кировоградщины это, конечно, позор, сравнимый с подтасовкой выборов президента 2004 года. И очень интересно, какая же теперь судьба всех варягов в облгосадминистрации? Все, закончилась работа. То есть структура ждет на очередную чистку кадров и увольнения. И кто будет встречать президента Зеленского 1 июля, если он, конечно, приедет? Кстати, по поводу того, кто может стать новым главой облгосадминистрации, уже называют фамилию, имя Богдана Трахтия. Это народный депутат от «Слуги народа», был в списке 105-м. Это именно тот депутат, который пытался у Кличко выпросить 8 квартир для своих помощников, по сообщению Bigus.info, в октябре прошлого года. В Александрии продолжает дурковать Степан Цепюк. Сомнительное занятие. Пока еще мэр этого города. Ну а как еще назвать его действия, если Александрийская власть, лично Цепюк, в своем видеообращении рассказывает, что, мол, нужно позаботиться о детских садах, проверить, как там детские площадки. А с другой стороны, ну, практически закрывает детсад в Понтаевке. Там практически увольняют всех сотрудников детского сада, учитывая, что в Понтаевке такой детсад один. Кроме как местью действия пока еще мэра Александрии Пантаевцы это все не называют. Причем местью за то, что их громада хочет жить отдельно от Александрии. Дии такие есть на сегодня незаконными, потому что Понтаевская селищная рада оскарживала в суде решения о ликвидации этих закладов. Судом вынесена ухвала о зупинке этих решений, до розгляда, по сути, этого вопроса. И мне абсолютно понятно реакция людей, которые вышли протестовать против цепюковских решений, антидетских решений. Александрийские видеоблогеры Виктор Голобородько, Александр Кияшко, Суспильный, телеканал Виттер приехали, чтобы и поддержать жителей Понтаевки, и посмотреть, что же о нем говорят об этом цепюки. Ну и наслушались по самое не хочу. Зателефонова Александрийский местный голова и дословно Цепюк Сепан Кирилевич дословно сказал так, или решаете что-то с детским садом, или я увольняю в понедельник всех работников детского сада. Постойно Понтаевку утискают, какие-то непонимые моменты делают. Кто это делает? Ну, местная рада наша. Александрийская местная рада. А как вы думаете, почему? Причина? Причина тому, что мы решили створить свое отель. Это первая причина. Ну, мабуть, это еще тянеця с грудня месяца, когда в Понтаевку было сбезано большую количество бюджетников, працовников бюджетной сферы Александрийской местной рады с намаганием провести фейковые громадские слушания щодо недопущения створения Понтаевской объединенной громады. Это все, я вважаю, помста Понтаевской громады за инициативу створить Понтаевскую объединенную громаду, яку, до речи, кабинет министров погодил и внис в перспективный план створения громад Украины. А я напомню, что потенциальное закрытие детского сада в Понтаевке – это же не единственное преследование понтаевцев со стороны Александрийского горсовета и пока еще мэра Александрии Цепюка. Автобус изменяет, деток выгоняет на улицу. Автобус изменяли, так и не поновили. Дякувать райдержадміністрации помогли нам створить маршрут Понтаевка-Олександрия. По детячому будинку с 1 червня людей, працівников детячого будинку, звільнили. Больше того, еще одно прозвище появилось у Цепюка. Теперь он Путин местного разлива. Его назвали Путином местного разлива. Вот так он есть. Четыре сроки был. Царюе. Я им желаю счастья. И передать хочу, не можно диток ображать. Дитки – это святое. Особенно не приятные, но детей не переносить. Все в этой жизни, оно возвращается в бумеран. Мені дуже цікавий слоган, який зараз є у міського голови «Довіряй справам». Якщо це і є, оці справи, то я думаю, що жителям міста Олександрії не потрібно задуматись, хто буде наступний із непокірних, який попаде під такий каток. Особливо жителям Ізмайлюки, Головківки. Дивіться уважно, люди. Кого ви будете обирати? Соціальное отношение к детям со стороны напоминает поведение одного сказочного персонажа. Я кровожадный, я беспощадный, я злой разбойник. Бар-ма-лий, и мне не надо ни мармелада, ни шоколада. А только маленьких, да очень маленьких, ох, очень маленьких детей. Да, детей. Да, детей. То, що в Олександрії містна городська власть не любит признавать свои ошибки, це факт. Наприклад, і це підтвердження, її протистояния з містним бізнесменом Делиєвом. На сайте Горсовета Олександрійська власть окліветала цього Делиєва. Тот виграв суд у нього. Суд постановив напечатати опроверження на сайте Горсовета. Но власть, как оказалось, не может этого сделать. Это, знаете, как психологический комплекс, когда не можешь признать свою ошибку. Ну, никак. Черт знает из-за чего, скорее всего, от бессильной злобы. Мало того, за неисполнение решения суда исполнительная служба оштрафовала Александрийский Горсовет, и теперь он должен 10 200 гривен. Платить, конечно же, Александрийские чиновники будут не из своего кармана, а за ваш счет, Александрийцы. На этой неделе решили судьбы еще двух чиновников, Степура и Козерчука, бывшего мэра Светловодска, не восстановили на должности, как он бы и не хотел. А вот Степуру, как раз заместителя главы областного совета, восстановили на должности, и теперь должны ему будут выплатить, скорее всего, зарплату с октября 2019 года. Но это все еще так. Цветочки. А в Долинской дарили автомобиль. Итак, сегодня в суперигре у нас разыгрывается замок в Нормандии. Острова в Багамском архипелаге. Тупо 20 миллиардов долларов. 300 тысяч километров угодий в Аризоне. И автомобиль! Рай-госадминистрация в силе всех предыдущих властей, от которых открещивалась партия «Слуга народа», вот с этими открытиями школ, больниц, вручением автомобилей, пошла под той же дорожки. Но обратим внимание на технологию, так сказать, подарка в Долинской. В этом же деталька. Дарили Renault Duster полноприводной. Это отличная машина для сельской местности. Это неплохо. Но напомню, что на деньги жителей Долинского района, жителям Долинского района дарили машину. Запутанная история. Но обратите внимание, глава Долинской райгосадминистрации, он же не просто дарит, он открывает. И не просто он открывает там двери машины, он перерезает ленточку. Откуда ленточка, спросите вы, как и я? Как ее прикрепить? Я понимаю, в больницу или школу, там две колонны, между ними натянули эту ленточку, перерезали. Все понятно. А на машине где взять, к чему ленточку это привязать? И вообще, почему ленточку? Мол, мы строили, строили машину, наконец построили. Давайте же откроем машину с помощью ножниц и красной ленты. Лайфхак. В общем, как это происходило? На пути Звездовского, это глава Долинской райгосадминистрации, поставили двух женщин, они натянули эту красную ленту. И хорошо, что Звездовский не спортсмен в прошлом. Он бы побежал, так сказать, прервал эту ленточку. Но нет, у него были в руках ножницы, поэтому он перерезал. И открыл машину, так сказать. Это крутая работа. Это такой свадебный глава райгосадминистрации. Кстати, еще один квест и лайфхак. Можно перерезать красную ленту на открытии красной ленты, которая посвящена открытию двери автомобиля. В общем, кипит работа в Долинском районе. На этом все. Лайкайте, комментируйте. И помните, все изменяется на краще, кроме креатива Долинской райгосадминистрации. Пока.